Игры давно стали частью огромного бизнеса. Как и в любом бизнесе, принято рекламировать свой товар, показывая его лучшие стороны. Поэтому многие трейлеры современных и не очень игр иногда немножко нам врут, а иногда и не немножко. В общем, давайте в этом разберемся. Меня зовут Никитун, и это десятка трейлеров, которые лгали нам. Трейлер No Man's Sky Чтобы пересчитать количество негативных отзывов на No Man's Sky, уйдет огромное количество времени. И тогда как разработчики усердно трудились, чтобы приблизить игру к уровню первых трейлеров, им это пока не совсем удалось. Мы все еще не знаем, на какой же из триллионов планет можно найти обалденных здоровенных динозавров. Они выполнили свое обещание дать нам практически бесконечную вселенную для исследования. Но вот причин для того, чтобы ее исследовать, не нашлось. В итоге оказалось, что концепция No Man's Sky нравится людям гораздо больше, чем то, как она была реализована. Трейлер Dead Island Вы не подумайте, мне дико нравится трейлер к первому Dead Island. Это настоящее произведение искусства, а музыка вспоминалась еще долгое время. Но этот плавный и переполненный эмоциями трейлер имеет очень мало общего с самой игрой. Dead Island это веселая зомби-мясорубка в открытом мире, которая по уровню эмоциональности даже близко не подходит к трейлеру. И она неожиданно стала хитом, несмотря на то, что не оправдала ожидания от него. Так что даже вводящие в заблуждение трейлеры могут успешно рекламировать игру. Трейлер Killzone 2 Killzone 2 это классический пример вводящего в заблуждение трейлера. На E3 2005 года Sony впервые показала свою игру. Они сообщили прессе, что показывали настоящий геймплей. Так что геймеры по всему миру стали с нетерпением ждать Killzone 2. Вас наверное не удивит тот факт, что у Guerrilla Games было сложно выполнить данное Sony обещание. Финальная версия шутера на PS3 пыталась быть похожа на трейлер, но не смогла угнаться за его безумной графикой. Так что отрендеренные заранее трейлеры могут быть опасны. Трейлер Alien Colonial Marines Одно дело сделать шикарный трейлер для игры, которая в итоге будет просто неплохой. А вот другое это сделать поразительный трейлер для игры по типу Alien Colonial Marines, которая кажется совершенно ужасной. Геймплей игры даже близко не стоял рядом с красотой первого трейлера. Это все равно что пересесть из самого крутого игрового ПК на что-то по типу PlayStation 2. Разработчики также обещали нам показать атмосферу оригинальных фильмов, но даже этому в финальной версии игры места не нашлось. Трейлер Splinter Cell Conviction Серия Splinter Cell в наши дни, можно сказать, мертва. Еще в 10-м году разработчики пытались освежить построенный на стелсе геймплей новыми элементами в Splinter Cell Conviction. Первый трейлер показал нам Сэма Фишера похожим на Джейсона Борна. У него не было никакого высокотехнологичного оборудования. Немало внимания уделялось кулачным боям и использованию подручных средств. Важную роль также играла разрушаемость окружения. К сожалению, в финальной версии игры мы не увидели почти ничего из этого. Но Splinter Cell Conviction все равно получилась отличной. Так что я готов простить разработчиков за то, что они показали нам свои амбициозные идеи немного раньше, чем следовало. Трейлер Watch Dogs Трейлер Watch Dogs был одним из тех, которые создали немало ажиотажа после выхода. В 12-м году он был первым взглядом на новое поколение мощного железа. И оно нас шокировало. Но позже оказалось, что PS4 и Xbox One не в состоянии рендерить графику невероятного трейлера игры. В итоге мы получили заметное снижение качества графики. Также хакинг был гораздо менее впечатляющим, чем то, что показывал нам трейлер. Очень много Ubisoft исправила Watch Dogs 2, но продалась она гораздо хуже оригинала. Наверное, геймеры все еще обходят франшизу стороной. Трейлер Bioshock Infinite Релиза Bioshock Infinite ожидали с огромным нетерпением. И тогда как игра была неплохой, она могла быть еще лучше. Ранее трейлеры показывали нам видение игры, которое было гораздо захватывающим, чем конечный продукт. Бои в трейлере выглядят гораздо лучше, и в них полно крутых моментов с участием аэрокрюков. Также в игре была отличная сцена, в которой Элизабет использовала свои силы и внезапно переместилась в 80-е. Думаю, как и мне, так и вам, хотелось бы увидеть документальный фильм о разработке Bioshock Infinite, потому что там явно есть на что посмотреть. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Создатель серии Metal Gear Hideo Kojima знатно разыграл геймеров, жаждавших поиграть в одну из самых ожидаемых игр в истории. Первые несколько трейлеров Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty показывают, как Solid Snake занимается своим привычным, но крутым стелс-экшеном. Естественно, все решили, что в игре мы будем играть за него. Так и оказалось, но только в первой миссии. Всю остальную игру вы проведете с баллокуром Рейденом. Многие геймеры расстроились, но мы можем только посмеяться над знатным троллингом от легендарного разработчика. Трейлер Fuse Сразу видно, что у игры проблемы с разработкой, когда она меняет название. Это случилось с Overstrike, который переименовали в Fuse. Оригинальный трейлер показал нам красочную графику и слегка мультяшных героев. Но издатель игры Electronic Arts решил, что шутер от третьего лица может стать успешным, только если он выглядит как Gears of War. Игра превратилась в серьезный экшен, полный серых и коричневых тонов. В итоге, Fuse оказалась очередным, ничем не примечательным шутером, мало чем отличавшимся от других. Жаль, что разработчикам пришлось выбросить все, что делало его уникальным. Трейлер Brutal Legend Первые трейлеры Brutal Legend просто-таки солгали нам о жанре игры. Они показывали ее как приключение, а с видом от третьего лица, в которой Джек Блэк раздает всем люлей. И сколько же геймеров были удивлены, когда узнали, что крупный кусок игры это стратегия в реальном времени. Это многим отбило охоту играть, так что игра обернулась коммерческим провалом. Вот здесь маркетинговая команда, конечно, облажалась. И на этом все. Это была всего лишь десятка трейлеров, которые немножко нам где-то соврали. Не будьте застенчивыми, пишите о подобных замечаниях с вашей стороны на другие игры, в которые вы играли, или просто знайте, что где-то там есть вопиющие случаи лжи. Это будет дико интересно. А еще если соберем 5000 лайков, то быть второй части. Не забывайте добавляться во Вконтакте, Инстаграме и подписываться на канал. Меня зовут Никитун, до скорых встреч в новых видео.